Так, ну что, ребятули, постараюсь по-быстрому рассказать вам по поводу биткоина, почему же я все-таки не жду никакие ни 25, сука, ни 28, ни 30, ни 40. Сегодня кратенько аргументы, без воды, коротенький ролик, постараюсь, ну, я, ну, надеюсь, уложусь, а не как обычно, но, в общем, на 2 часа точно не будет, поэтому. В общем, по словам главного аналитика, биткоин может совершить немыслимое на фоне серьезного сдвига тренда, вот что он имеет в виду. И говорят, что у нас там RSI, и, ребята, он считает, что мы на пути к 30 тысячам долларов, ребята. И говорит Кевин Свенсон, также добавляет у нас, что впервые пробил 20 тысяч, биткоин был в зоне перекупленности и пробивал 20 тысяч долларов. И сравнивают, конечно же, конец 20-го года, но тогда был бычий рынок, я напоминаю, а сейчас медвежий, плюс кризис. И говорят нам, что будет 30 тысяч долларов. Далее идем. Майкл Новоградс выходит сегодня и говорит, как раз-таки на бритье шартов, совпадение, да, ребят, когда все ждут там 25, 28, 30, 40, все ждут этого отскока, все ждали как? Что, ну, большинство, по крайней мере, половина рынка точно ждали. Откат куда-то сюда, сюда не дали, дали чуть выше, не довели. Ждали откат либо 18-19, либо 20, ну, короче, вот эту зону, вот этот диапазон. От 21,5 до, получается, 19 тысяч, чтобы ниже вот этого уровня ключевого мы не упали. Потому что если падаем, то нам дорога на 15-16. Так вот, развернули раньше, после этого показали разворот, загнали опять на фомы на жадности, естественно. Кстати, самое интересное, индекс доллара у нас растет, хотя когда индекс доллара растет, у нас рынки падают. Значит что? Значит рост этот дутый и искусственный, и специальная замануха для толпы. И они думают, о, от доллара биткоин отвязался, все, как говорится, один биткоин равно один биткоин. И по итогу люди думают, ну, людишки, да, такие, которые не соображают, они думают, о, все, продолжение тренда сейчас на 30-40, я-то фиксонусь и перезайду ниже. Ну да, конечно. Так вот, первая новость, вот, 30 тысяч долларов, это была статья у нас, когда 6 февраля. Давайте глянем 6 февраля, что же у нас здесь было 6 февраля, это вот здесь вот уже подогревали, чтобы готовили заранее вот это разворот. Далее выходит у нас Майк Новоградцы, говорит, биткоин достигнет 30 тысяч долларов в конце марта. Да, и это человек, который постоянно загонял на хаях, завышал прогнозы. И я напоминаю, что вот у нас Майк Новоградцы рассказывал еще в 19-20 году, что курс биткоина достигнет 40 тысяч долларов за пару лет. Но тут он не обманул, но я показывал, ролик был на канале по поводу него, по поводу его прогнозов, да, то, что его фонд убыточный. Ну и в том числе он говорил на самых хаях, что, естественно, будет курс в 2-3 раза выше, но на самых низах говорил, что не надо покупать, там и так далее, будет ниже. Но все по классике. Но он давал даже правдивые прогнозы, вот как здесь он дал, но таких прогнозов 1%. Но не надо надеяться, что сейчас именно такой прогноз, ребятки, потому что слишком часто он говорит, что к концу марта достигнет. И говорит по поводу того, что я стал бы самым счастливым человеком, если бы ушедший 23-й год закончился с биткоином на уровне 30 тысяч долларов. По словам Новоградца, учитывая движение, волнение трейдеров, нарастающий синдром упущенной выгоды ФОМО, он не удивится, если к концу квартала первая крипталюта действительно будет торговаться у этой отметки. И говорит, что к 25-му году биткоин достигнет 500 тысяч долларов, он это говорил ранее, вот, даже несмотря на то, что ФРС продолжит повышать процентные ставки, вот так вот. Ну и я сомневаюсь, что в этом году нас ждет взрывоопасный возврат к старым максимумам из-за председателя, он действительно делает то, что он умеет делать, но все равно он говорит, что достигнем 30 тысяч долларов, вот так вот. Потом, в семнадцатом году, когда биткоин дошел до 19, там с половиной, ну окей, округлим 20 тысяч, он говорил, цель для биткоина в восемнадцатом году 40 тысяч долларов, и сейчас он выходит, говорит, ребята, ждите тридцатки, не надо фиксироваться, ждите, ждите, зафиксируйтесь, перезайдете ниже. Михаил Ван Депо, Тузы Муниакс, англоязычного комьюнити, который говорит, БТЦ выходит на уровень поддержки, а рынок завершает техническую коррекцию. И говорит, что стабилизируется на уровне 23 тысячи, и говорит нам по поводу того, что у нас перекупленность или перепроданность также предполагает снижение цены, но говорит, что по поводу золотой крест, но у нас образовался как золотой крест, так и крест смерти, если кто забыл. А дескросс, это означает, что будет у нас падение, вот, но даже если не брать в расчет даже этот дескросс, то в любом случае, ребята, экономика еще в заднице находится. Я об этом говорил, и в ближайшие год-два будет усугубление рецессии, сейчас продолжу и покажу, почему еще. Вот, Питер Брандт у нас выходил 31 января, о боже, какое совпадение, давайте глянем. 31 января он выходил вот здесь вот и говорил у нас, что ребятки, надо заходить, помните, я снимал ролик, как раз таки рассказывал про это, кто внимательно смотрит. Он говорил, что ребята, мы сходим до 25 тысяч минимум, так вот, показываю 25 тысяч минимум. Вот здесь на хаях мы достигали 24905, не достигли 25, я говорил, круглые цифры не дают. Ребята, минус 10, а то и минус 20, 30% берите, а то и в 2-3 раза делите цену, понимаете, вот, чтобы уже гарантированно фиксануться. Но, как мы видим, не дали специально, и не дали сколько буквально, давайте глянем, вот, если взять 25 тысяч, сейчас, сколько это выходит. Ну, это примерно, где-то пару процентов не дали, ну, буквально полпроцента, полпроцента не дали, ну, 1%, понимаете, не дали, не дали, и не дадут, скорее всего. Ну, на обычном рынке дадут, я имею в виду сейчас, локально. Могут дать? Могут, но, по большому счету, то, что я вижу, объемы падают, рост дутый на ликвидациях, и так как у нас индекс доллара растет, и рынки растут. Хотя, рынки обычно падали, когда индекс доллара рос, либо когда индекс доллара, ну, то есть, доллар укрепляется, у нас рынки, наоборот, падают. То есть, доллар слабеет, ну, то есть, вливается доллар в рынки, тогда рынки растут, фондовые или криптовалютные, понимаете? А сейчас все вместе, то есть, что? Рост дутый, вот и все, на ликвидациях, я об этом говорил. Но, конечно же, вот здесь у нас говорит Питер Брандт, что если мы закрепимся, там, по поводу двухсотдневной скользящей, там, и многие блогеры чешут то же самое, ну, и, конечно же, говорить критически важный уровень, если еще находится в медвежьем тренде, а если закрепимся 25500, ситуация изменится, это будет бычка. Вот, ну, Питер Брандт, я напоминаю, и теперь же давайте посмотрим, что у нас Питер Брандт говорил до этого. Биткоину ожидают, угрожают ожидания роста, говорит, какой процент от мировой торговли совершается через криптовалют? Это он говорил 21 апреля, когда биткоин у нас, давайте глянем, по какой же цене биткоин был. Ну, типа, не надо покупать биткоин, ребята, роста не будет, нахер его убрать. Когда накапливали киты, давайте глянем, апрель, апрель, ребята, вот здесь, когда он стоил по 7 тысяч долларов, он говорил, это когда, получается, 21 апреля, да, 21 апреля, это биткоин здесь был в районе, получается, ну, где-то вот здесь вот он стоял по 6900, ну, 7 тысяч, короче, в районе 7 тысяч. Не надо покупать, ребята, не надо покупать. И, то есть, тогда он говорил, что, получается, я просто спросил, сможет ли биткоин действительно воплотить надежды инвесторов и не относится к противникам, я считаю, что сама технология весьма надежна. Ну, и говоришь по поводу того, что он также в марте, знаете, что он говорил по поводу того, что он говорил, что биткоин может упасть до 1000 долларов 13 марта, он это говорил, 13 марта, вот здесь вот он говорил, что не надо покупать биткоин. Сквиз был на 3800, грубо говоря, 3782, и он говорит, ребята, на 1000 долларов упадет, не надо покупать, не надо, не надо, ребята, говорит, что курс биткоина рухнул, по мнению Питера Бранта, в будущем может упасть вообще запросто, поэтому дно может оказаться ниже даже 1000 долларов. Вот, о чем я говорю на истинном дне, говорит, может потерять 80%, но, говорит, на следующем цикле 140 тысяч долларов, а далее 70, я напоминаю. И также говорил, что цена биткоина снизится до 5500 к июлю 2020 года, а к июлю, как вы думаете, он говорил, не надо покупать 13 марта вот здесь вот по 5000, будет 1000. Говорит вот здесь, 21 июля говорил по поводу того, что я не уверен в росте, да, как он там сказал, где эта статья была. Вот, говорит, биткоину огражает ожидание роста, не надо покупать, ребята, по 7000, по 5000 не надо, будет 1000, по 7000 не надо. Потом, соответственно, выходит, он говорит еще раз по поводу того, что трейдеры ожидают снижения 5500, говорит, в июле, говорит, по поводу того, что в июле у нас снизится биткоин до 5500, поэтому, ребята, не надо закупаться. И в сентябре он обновилась, эта статья, давайте глянем, давайте глянем по поводу того, что он говорил, вот в июле, да, давайте глянем, июль, вот здесь, вот у нас июль, мы стояли в районе 9500, ну, условно говоря, ну да, 9-10 тысяч. Потом, в сентябре он выходит, в сентябре, когда эта статья обновилась, получается, 28 сентября, давайте глянем, обновилась данная статья, еще раз ее выпустили, я так понимаю, вот здесь стояли в районе 10-11 тысяч, не надо покупать, ребята, ждите 5500, ждите падения на 5000, не надо, это всего лишь оскок, это не бычий рынок, не надо покупать здесь, не надо покупать здесь по 5, по 7000, по 10-12, не надо, не надо, не надо покупать, ребята, а как же вы думаете, где же покупали киты все это время? Блять, где же они набрали свою самую большую позицию, а давайте я вам покажу, где они набрали самую большую позицию, давайте же посмотрим, давайте же посмотрим, набрали по 10-12 тысяч, ебать, вот это совпадение, да, ребята, вот это да, самый большой объем вот здесь, самую большую массу биткоинов набрали, и вот здесь, и вот здесь, вот это да, вот это магия, да, ребята, вертикальные объемы, потом давайте здесь глянем, давайте глянем здесь, Вот, средняя цена вот здесь, вот самый большой объем набирали по ТАИ, по 6, ну, получается, от 3 до 12 тысяч, самый большой объем. А здесь они фиксировались, либо набрались, чтобы потом захолдить долгую до более высоких значений. Вот и все, ребят, поэтому имейте в виду. И слушать таких балаболов, как Питер Брандт, я смысла не вижу никакого. И он говорил еще, смотрите, по поводу того, тот, кто покупал биткоин в 21 году, потерпел фиаско. Ну, типа того, что был убыточными, хотя я не знаю, как биткоин, ну, был убыточен биткоин, да, ребята? То есть и в 20-м году был убыточен, в 21-м, смотрите, какой убыток, ребята, просто лютейший. И он говорил, не надо покупать, ребята, ну не надо, ну, сука, в 10-15x, в 10-12x могли заработать. Но убыточен 20-й, 21-й год, поняли? Был, оказывается, не 22-й, 21-й был убыточным. Вот, поэтому, ну, поняли, да, то есть стоит верить, однозначно, стоит слушать по поводу того, что он рассказывал. Давайте, вот я вам покажу, эта статья, и он говорит, продолжит рост! Как вы думаете, есть ли смысл его слушать? И я уже показывал, рассказывал, что на YouToday он тоже самое говорил, я таю биткоин. И он сказал, я таю биткоин, сейчас покажу, по каким отметкам. Он это говорил два раза. Он говорил, это вот здесь, по 23 тысячи с половиной, и вот здесь, также я обвел голубеньким вот здесь, вот здесь, понятно, да? И то же самое он говорил. Поэтому имейте это в виду, ребят. И после этого, конечно же, выходил у нас, кстати, 14 марта, Тони Вейс, и говорил, биткоин еще упадет. Ребята, не надо покупать, не надо, вот оно истинное одно было. 14-го числа он выходит, Питер Брандт выходит 13-го, 14-го выходит Тони Вейс вот здесь вот, на вот этой красной свечке, когда мы с квизом падали на 5055 долларов, у нас выходит Тони Вейс и говорит, что биткоин еще может упасть ниже 5000 долларов. Не надо покупать, ребята, уровень 3700 был нижним, ну, с квизом где-то на каких-то биржах, 3800-3700. И говорит, что это то, что был последний пролив по поводу того, что... И по поводу того, что биткоин, если превысит данную перспективу, говорит, 100 тысяч долларов, там, безумно говорить. Но я не думаю, что на рынке хватило боли, не думаю, что хватило разочарования. Вы скажете, ну, так то же самое сейчас я там говорю, либо еще что-то. Ну, его действительно тогда не было. А в 20-м году, в марте, это разочарование было. Ну, как вы, сука, думаете, если мы упали, тогда буквально за сколько мы упали? За месяц мы упали на минус 60%, даже 65 практически процентов за месяц мы упали. Как вы думаете, было ли разочарование? Было ли разочарование вот здесь? Конечно, было. Конечно, сука, было. Но вот здесь разочарования не было. Люди хотели покупать. В марте они не хотели покупать. хотели покупать только такие энтузиасты как я все понимаете или киты все все ребят и после этого представьте если сейчас обвалить буквально там за месяц условно говоря на минус там 50 процентов это будет там 12 если минус 60 это получается у нас 9 700 закрытия г по совпадения да и минус 65 это там где-то 8 8 900 ну 9000 условно говоря это примерно произойдет где-то к марту как раз таки к вот эти мистические даты март июнь там да и все ожидают якобы был рано там ну еблана разве что я уже говорил поэтому это него из говорил что не надо произошла финальная капитуляция типа бычий рынок оконченную путь к вершинам будет сложнее и считает уровень был нижним в текущем цикле и запаникует если bitcoin снизится до 1000 долларов то же самое 1000 долларов 1000 долларов вот такие настроения то есть занизили прогноз понимаете bitcoin был то и 800 они заняли не то что в той раза в 4 в 5 раз понимаете что будет еще ниже и то же самое помните я уже показывал статьи а по поводу того что говорили в девятнадцатом году ребята не надо покупать по той 250 или сколько там он был на дне да то и 150 ждите той тысячи или там той 200 той 200 он цел ждите по той тысячи ждите по 2 500 помните я показывал но вот такие настроения должны быть понимаете а сейчас говорят буллран буче рынок но проводи на одно проводи на говорили по 17 500 на породе на 15 500 на пародина и толпа покупает 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 так я уже забыл на чем я становился я там искал одну штуку ну в общем короче а по поводу цены да я сказал то есть будут потом я думаю резко укатывать вот и паники не было то есть вопросы какую крипту купить не закончились и угадайте что за канал можете написать в комментах я замазал специально название и получается ну кто понял тот понял что это за канал и получается как обстоят дела на криптовалютном рынке и из 11 тысяч человек получается половина людей 5-6 тысяч человек где-то проголосовали что полностью или на большую часть в рынке ну то есть приблизительно на 70 90 процентов либо ну вернее на 70-100 процентов примерно по моим прикидкам в процентаже то есть люди в рынке жду роста ждут роста сегодня опрос проводился вот вернее вчера свои ну неважно не суть тогда уже была вот эта зеленая палка поэтому какая разница вот далее потом соответственно 20 процентов частично рынке держу стайбл коины на случай падения вне рынка жду падения 20 процентов меньшинство использую метод усоединения равномерного инвестируя не но это типа если ты каждый день инвестируешь там по какую-то сумму либо на коррекциях ну соединяешься понятно да вот ну то есть меньшинство действует разумно понимаете остальные действуют на эмоциях и считаю что вот половина людей и это же понимаете это не то что я взял от к примеру какой-то канал там в телеграме это везде сейчас так понимаете 50-60 процентов людей уверовали что это дно а в смеш так и подогревать 19 год сейчас там пойдем на 25 часто мы это сейчас там то давайте 30 тысяч концу марта понимать его то же самое было то же самое сука в семнадцатом году и в двадцать первом было вот это будет выше не фиксируйтесь далее идем актер хейс говорил там еще 16 ноября хочет купить за 10000 долларов а потом переобувается говорит я жду 40 тысяч выходил он 19 января давайте глянем 19 января все десятку уже не жду жду 40 тысяч ребята 40000 то есть толпа ну естественно ждала локально локально не глобально я жду глобально ниже десятки вот если кто не понял локально она ждала вот здесь вниз понимаете то есть она там шахты я не знаю еще какие-то дела ну типа продать перезакупиться ниже там ну вы поняли потом после этого рост всех обманули локально и потом после этого бах и представьте если мы прощем сразу 15 и 10 тысяч и упадем ниже десятки до всех уедет просто потому что и вот это как раз таки может случиться в ближайший там пол там полгода год не знаю насколько резину затянут но я думаю укатывать будут жестко вполне как это было в девятнадцатом году а резко вот так вот и резко вот все время резко чтобы эмоции сработали толпа такая все упало все ниже десятки как саня и говорил и как говорили другие там пару человек на ютубе остальные все ждали 25 28 30 40 и такие бля чё ж я не зафиксировался сука и начинают продавать чтобы перезайти ниже и за счет этого цена еще сильнее падают и они паникуют и у них эмоции понимаете вот на вот этих эмоциях паники страха и цена может еще сильнее упасть планетам на 7 8 и так далее я не знаю где будет но может будет по 10 может по 9 видно будет но я считаю ниже десятки гэп закрыть по 9 700 мы должны вот поэтому и гэп у нас по 20 тысяч напоминаю и по 11 200 если кто забыл поэтому ожидаем и вот у нас артур хэйс говорит 40 тысяч потом соответственно здесь у нас говорят ребята ждите 30 тысяч потом соответственно майк новоградз говорит 30 тысяч концу марта сегодня статья вышла понимаете потом соответственно говорит артур хэйс 7 февраля начал покупать биткоины давайте глянем 7 февраля когда ж это было вот здесь вот на локальных хаях он говорит на вот этой зеленой свечки да на вот это зеленой свечки когда побыли шахты и почему же он сказал что он покупает давайте глянем а по поводу Криптовоск сказал, предоставил эссе и, получается, сказал, что в двух словах, которые являются, говорит, что присутствует на рынке. И, опять же-таки, поддерживается, подпитывается иллюзией хомячков, что типа, ребята, надо быть в рынке, в рынке, зайдите сейчас, а то, что вы не успеете, ракета ж ебать ее в рот, понимаете? И после этого, представший падение криптовалют, трейдер сделал новый предсказавший падение. Говорит, что обновил свой прогноз по поводу роста стоимости биткоина и говорит, что я ушел на неделю, все, что увидел, как кучка людей гордо шокит более высокое дно. Вот. И все, что я не хочу увидеть, это массивный спад. Скажем так, если мы пойдем до 20-19 тысяч, то это отметки, где я начну волноваться об ошибочности своего тезиса. Биткоин, конечно, может запросто вырасти и после, но я буду полагать, что совершил ошибку. Ну и, получается, говорит, что не выбьет меня. И большинство, что ждало, понимаете, ждали 2019, а развернули раньше. Вот и все. 2019. Помните, как блогеры даже СНГ особенно кричали? Да и англоязычные тоже самое. Говорили, что типа, ребята, 2019, вот мы ждем сюда коррекцию, а развернули раньше, потому что как толпа и не ожидает. Ну, как минимум половина рынка. Понимаете? Вот. И потом, конечно же, сейчас загонят всех, и вот эти новости выходят сегодня, говорит, что типа, 30 тысяч, ребята, не надо фиксироваться. И, ну и еще один момент, ребята, это то, что Максим Хамаха выступил и выпустил у нас вчера ролик ночью. Ночью, кстати. Он выпустил данный ролик, получается, по-моему, в час или в два ночи, по поводу того, ну, по Киеву вышло. И ожидаю дальнейший рост на этой бычьей фазе крипторынка. Биткоин пробьет 30 тысяч, жду памп. И сегодня выходит Майк Новоградский, говорит, ну, наверное, это какие-то все-таки подсказочки нам дают. Ребята, вам уже просто в колокола, сука, бьют, но большинство людей все равно сидят и такие, да, будет 30 тысяч, будем сидеть и ждать, ну, ждите. Поэтому, и, соответственно, вот такие вот дела. По поводу, соответственно, экономики, у нас говорят, что гуру сырьевых товаров могут говорить, что криптовалюты могут столкнуться с рецессией 6 февраля, ребята. Видели вы такие новости? Я что-то сильно в этом сомневаюсь, что кто-то видел такие новости. Хотя, Артур Хейсона 7 числа, говорит, надо покупать биткоин, но здесь нам говорят, что, ребята, у нас рецессии Майк Маклоун у нас говорила в Блумберг. Хотя, вроде бы, несколько изданий тоже говорит, что вот 6 числа тоже самое рецессия, может быть, рецессия, но кто его слушает сейчас? Кто его сейчас слушает? Да никто. Поэтому, криптоиндустрия вступает в свою первую настоящую рецессию. Вот, несколько изданий даже, понимаете? Потом, стратег Блумер говорит, настоящая рецессия криптовалюты наступила. И предсказывает серьезно вверху. И говорит, что будет глобальный финансовый кризис 2007-2008 годов. И, получается, хоть он привел к созданию биткоина, понимаете, то... Да, сука. Говорит, что White Paper был создан в октябре 2008 года. И на сколько упадут же у нас цены. И по поводу того, что стал популярным активом. И говорит, маловероятным сценарием мягкой посадки индекса. По-видимому, готов снова произойти большинство фондовых индексов. Ну, говорит, что мягкой посадки – это маловероятный сценарий для криптовалюты. Маловероятный, ребята. Поскольку кривая доходности показывает самую высокую вероятность рецессии на базе данных с 92-го года. Маловероятно, что индексы избегут возобновления нисходящей траектории. Понимаете? Маловероятно. Ну, то есть, индексы будут падать, крипта будет падать. Если вам интересно, чтобы я заснял отдельные ролики, он даже создал отдельные книги. Чтобы вы поняли. Отдельные какие-то такие PDF-ки. И он все тут подробно расписал. Если хотите. Я думаю, вы по-любому хотите. Мне тоже безумно интересно. Это Янвай 23-го года. Он выпустил «Криптовалюта против рецессии». Что у нас ждет? И он таких книжек выпускал несколько. Ну, таких каких-то статей. Сейчас покажу. В общем, по поводу того, что вот говорит, что по поводу дно очень редкое какое-то. Вот он выпускал одну неделю назад вот эта статья. Там и вот эти все метрики. Что он тут описывает? Как это все будет? За счет чего это? Если вам интересно, пишите обязательно в комментах обратную связь. И я буду понимать, что вам это интересно. То есть, и за счет чего будет падение. То есть, и вот это все можно посмотреть. И многие недооценят. Я думаю, это безумно интересно. И он таких статей выпускал, чтобы вы понимали, очень много таких вот документиков. И можно все это... И за ним следит всего лишь 16031 человек. Понимаете? Читателей. В LinkedIn. LinkedIn, как его называют. То есть, в этой социальной сети, которая, получается, для предпринимателей в основном, в англоязычном сегменте, либо в основном предприниматели сидят и так далее. Вот. То есть, обычные люди тут, это не развлекуха. Понимаете? Это бизнес-тематика. И, соответственно, здесь он выкладывает. Вот, февраль 2023 года он выпустил по поводу того, что дна там и так далее. Если вам интересно, обязательно пишите. Я разберу все документы, что он публиковал. Посты его разберем и так далее. Но, в целом, по поводу, конечно же, более подробной ситуации, я предупреждал, что, ну, как бы, все может быть, ребята. И многие недооценивают это все, не читают такие статьи. Вот у нас Артур Хейс уже начинает переобуваться и говорит, что биткоин может обрушиться, если произойдет то-то, то-то. Ну, и предупредил, что биткоин может потерять все свои недавние достижения, если ФРС не откажется от своей текущей ежемесячной денежно-кредитной политики. А она не откажется. Понимаете? И говорит, что снижение у нас, по идее, ну, 2%. То есть инфляция, если ФРС не выполнит разворот. Но я напоминаю, когда разворот начинался и понижение ставок, рынки у нас, сука, падали. Ребята, рынки падали. Поэтому не надо питать иллюзией, что падения не будет. Будет, ребята, будет. Ничего не меняется абсолютно. Ничего не поменяется. И то, что я это озвучил, вот некоторые боятся, говорят, что вот, ты освещаешь планы китов, а вдруг они их поменяют. Ребята, да эмоции у людей сработают. У большинства, у 99%. Тут не важно, что я скажу, что еще кто. Это уже миллион раз до меня многие аналитики, блогеры сказали. Понимаете? Которые соображают в рынке коих 1% вообще. Ну, на ютубе там и так далее. Но большинство у вас будет, естественно, обманывать, вводить заблуждение, чесать, что типа не будет кризиса, все будет зашибись, тузыму дно пройдено и так далее. Поэтому, если интересно, разберем. Мне безумно, честно, интересно посмотреть, почитать это все. Вот эти все метрики. То есть, и для вас это все, скажем так, перевести и рассказать, как это все на самом деле работает. Поэтому, в общем, жду обратную связь. Если вам интересно, пишите, в общем, разбери PDF вот эти файлы, как-то так напишите. Вот, поэтому я обязательно тоже разберу. Вот, по поводу Майка Маглоуна. Вы можете следить за ним, кстати, в Твиттере. В том числе я на него подписался, слежу за ним. Вот, и дезинфляция также переходит в устойчивую рецессию. Макроэкономика в ETF. Годовые показатели. Это 6 февраля, как раз-таки, когда все нам рассказывают, что типа вот они там покупают биткоин, там и так далее. Это обычный рынок, там хуе-мое. Типа надо закупаться. Ну, кстати, вот обычно, ну, если кто не знает, то прогнозы Хамахи отрабатывают наоборот. Не всегда, но бывает, он, кстати, говорит прогноз, что он отрабатывает, ну, не в противоположную сторону, вот, не в реверсивную, а в ту же сторону. Поэтому тут никогда не угадаешь, но потому что я вижу, скорее всего, 30 тысяч нифига не будет. Поэтому по поводу, кстати, да, то, что он сказал, то есть на текущем этапе по сравнению с ростом золота могут подпитываться тем фактом, что федеральный резерв на иду с большинством центральных банков все еще ужесточает. Вот, понимаете, и говорит, это будет самая ожидаемая рецессия в истории человечества. Ну, и говорит, что типа какая рецессия, рецессии не будет. Понимаете, и, ну, чувак там какой-то заявляет по поводу того, что вот проголосовали, и, соответственно, говорит, что рецессии не будет. Ну, пускай считает, какая разница. Это его мнение. Потом говорит, криптовалюта, вот, 5 февраля, может столкнуться с первой настоящей рецессией, которая обозначает более низкие цены на активы и более высокую волатильность. После последний значительный экономический спад США финансовый кризис повел к рождению биткоина, то есть 8-й год, 9-й там, 8-й, да, и, возможно, грядущая экономическая перезагрузка может ознаменовать аналогичные вехи. Вот, удивительные выводы, восхищаясь вашими всесторонними навыками презентации руководств. Вот, поэтому и говорит, что, получается, 24-й год нам там рассказывают, 250 тысяч долларов у нас будет, но это, естественно, все чёс, какие нахер 250 тысяч долларов, поэтому, тем более в 24-м году. 25-й, 26-й, и то не факт, я же говорю, не надо занижать прогнозы, потому что вот это типа 100-500 миллион, это цифры, блядь, сука, с 17-го года. Понимаете, потом 3-го февраля нас предупреждал Банков Америка. Сейчас он, понятное дело, чешет, что сейчас там ФРС США включит печатный станок и будет дефолт на этом фоне, но, естественно, мы понимаем, что ни о какой печати денег речи идти не может. А если они даже это и сделают, то это будет рост искусственный, ну, в чём я сильно сомневаюсь. И после этого инфляция ещё усугубится, и потом рынки обвалятся настолько сильно, что вы охереете, понимаете? То есть, ну, если они всё-таки и включат. Поэтому по поводу, предупреждает, о жестоком падении рынка США после ралли. Вот, и говорит, что рецессия в конце 23-го года, ну, на самом деле, в конце немножко слукавили, а рецессия уже год идёт. Поэтому у нас же ФРС США до сих пор не признала, что рецессия. Типа, рецессия... Они говорят, что рецессия началась либо на придонных отметках, либо на дне. Понимаете, так всегда было и будет. Вот, поэтому риск... Говорит, что это серьёзный риск реакции. Риск заключается, что инфляция вновь вспыхнет. Помните, как Майкл Бьюри предсказывал? Да, и говорил, что, ребятки, ребятки, может вспыхнуть инфляция. И после этого, конечно же, у нас инфляция опять пошла в рост ещё сильнее. И потом ставки ещё выше. И, короче, ну, такое укатывание рынков началось в восьмом году, в седьмом там, и в двухтысячных то же самое. То есть, ну, по-моему... Да, по-моему, это восьмой год был тогда. Седьмой. Вот, и экономика столкнётся с более глубокой рецессией во второй половине 23-го года. А хотя во второй половине нам расскажут, ребята, бычий рынок там, экономика в рост пойдёт. Ну, да, конечно. Как в первые шесть месяцев этого года оставалось устойчиво. Вот, американские акции росли с начала 23-го года. Ну, и по поводу, кстати, Китая. Вот, надежда на то, что замедление роста экономики мировые центральные банки приостановит повышение ставок. Вот. Ну, в принципе, такая вот информация. По поводу, соответственно, Майкл Бьюри у нас 19 декабря говорил, что раскритиковал аудит Bitcoin Birch и предсказал ипотечный кризис. Говорит, что проблема, когда в 2005 году я начал использовать новый вид кредитных дефолтных свопов, наши аудиторы учились на ходу. Это не очень хорошо. Тоже касается FTX, Binance и других. Аудит, по сути, бессмысленный. Ну, и по сути, он говорит, что вот это критикует французскую компанию Мазерс, а она типа анализировала и критиковала и контролировала, понимаете, этот Binance. Великобритания контролирует, читает там компанию, которая работает, читает там на Америку либо на США. Ну, это же смешно. И то же самое. Вот у нас Киосаки там прогнозируют рост до 500 тысяч долларов. Потом, соответственно... Это, кстати, 15 февраля выходила новость, чтобы вы понимали. По поводу Новоградца, кстати. Вот. А в это же время, 5-го числа, когда нам там рассказывает Майк Маглоун, что будет рецессия, да, Финам там... Ну, не Финам этот, Банк of America свой. Рассказывает, что у нас будет рецессия 3-го февраля. Нам рассказывает Майк Новоградц, да, там и Роберт Киосаки вчера рассказал, что будет 500 тысяч долларов. Новоградц рассказывает 500 тысяч долларов. И сегодня Новоградц выходит и говорит, ребята, будет 30-ка. Ну, 500 не будет, ну, 30-ка, ну, по-любому. Ребята, заходим по 24-25. Заходим по 23 тысячи сейчас. Ребята, заходим, поезд уходит без вас. Уходим. Ну, я не знаю, но это настолько очевидная манипуляция. Но люди ведутся, ведутся. Ребята, ведутся, понимаете, ведутся, ведутся. Ведутся еще и как. У людей нечем закупаться даже на моем канале. И представьте, сейчас за месяц буквально к марту обвалят хером рынке ниже десятки. Чем вы будете закупаться? Чем? Расскажите мне, чем, блядь, вы будете закупаться? Ну, вот вам и ответ. Поэтому Боби Ли у нас 24 декабря говорит, что медвежий рынок ближайшие два года и ждет начало бычьего рынка к началу 25-го. Помните, я показал? Поэтому все указывает на это, ребят. Артур Хейс заявил у нас в декабре тогда, что биткоин достиг дна. Сеу Морган Критик рассказывает, что бычий рынок во втором квартале. А напоминаю, во втором квартале, ребята, что у нас сказали будет, получается, по поводу того, что где тут во второй половине усугубление сказал Банков Америка. Но такие новости кто-то верит и читает сейчас их? Да никто. И кто видел из вас эти новости? Да никто, понимаете? Потом, соответственно, у нас Circle опубликовала первый годовой отчет о состоянии экономики USDC. А USDC сейчас выводят киты активно. Понимаете? Сокращение использования наличных денег там и так далее. Понятное дело, я не говорю, что там обязательно USDC-скам. Но нужно иметь в виду, ребят, что по поводу того, что прорывается в Майнстрим, там надо покупать, у нас все хорошо. То есть, активы обеспечены резервами, конечно же. 80% состоят из казначейских облигаций. Естественно, чтобы толпа верила и типа да-да-да, все надежно, все стабильно, ничего не скаманет и так далее. Ну, то есть, это ахинея. Поэтому и отец интернета, сегодня выходит у нас евангелист Google и отец интернета Винтон Серв призвал не торопиться с инвестициями в диалоговый ИИ, потому что это горячая тема. Здесь проблема, я надеюсь, некоторые из вас учтут, все говорят его версии, но это не всегда работает, как хотелось бы. Если вы думаете, я могу продать это инвесторам, это горячая тема и все, бросать в меня деньги. Они будут стремиться делать то, что происходит, приносит пользу, поэтому нужно помнить и думать, что мы используем технологии. Мы далеки от осознания, это проблема, вы не можете отличить красноячиво выраженные ответы точно. Ну, короче, в общем, по поводу того, что говорит, что технология еще сырая, и ребята, уже поздно лезть, сука, я вчера заснял ролик, ребята, поздно лезть, и нам говорит об этом за иконами. Давайте я вам покажу, если кто мне не верит. Вот вышла статья, сейчас я вам покажу. Вот 11 февраля, ой, не вчера. Получается, вот у нас Google, и вот эти компании технологические из S&P 500 упадут, я говорил, вот упадут вот эти компании по типу Netflix, от Disney акции упадут, вот эти за развлекуху, которые отвечают. Вот, но они тоже входят в S&P 500 в индекс. Потом, соответственно, вот у нас чат-бот, видите, рука робота, то есть, опять же таки, этот тренд завалится. Ребята, закончился, по-моему, за неделю, но все равно сигнал дал за иконами. Понимаете, хоть запоздалый, но дал. Я вам дал вчера рекомендации, что не надо лезть сейчас, сука, в эти проекты, в эти Adjix и там, и прочие токены, там, GRT. Я уже говорил, поздно. Ребята, все, поезд ушел, тренд окончат в виде пампа этих токенов. Крупнейшие крипто победители, проигравшие в 19-м году. Понятие, у нас там говорят, двойной рост биткоина, там и так далее, все вот это, Coinbase начинает расширяться, Binance идет дальше и так далее, Facebook, кстати, не уверен в запуске Libra, там и т.д. Потом тяжелый год для Circle, тяжелый год для Circle, в 18-м году еще было. Ребята, они не тянули, они нихера не тянули, понимаете, объединилось и говорят, что через увеличат ликвидность, ликвидности не было в 18-м году на Медвежке. А сейчас они чешут и рассказывают, ребята, у нас все зашибись, у нас там мы растем, у нас резервы, ребята, резервы, помните, UST говорил, резервы в 4 раза, ребята, резервы, что у нас же, понимаете, и то же самое в 18-м году, она уволила сотрудников, понимаете, Circle сократила, по сбору средств на 40%, уволила 10% персонала, за 19-й год и в 18-м году, чтобы вы понимали, то есть нихера там нехорошо, как нам рассказывают по поводу SDC, не имейте это в виду, и эта статья за какой там год, получается, за 19-й, то есть она не тянула Медвежку, повезло, что выжила, но сейчас может не выжить, понимаете, вот, что такое мировой финансовый кризис и влияние на мировую экономику, понимаете, вот у нас, то есть чрезмерное использование заемных средств, пузыри и цены на активы, бегство банка, большое количество клиентов пытается вынять деньги из банка, естественно, пузыри лопаются, вот, неправильное управление финансовым учреждением, и после этого могут обанкротиться и разориться, экономические спады, финансовый кризис и так далее, поэтому имейте это в виду, ребят, ну, давайте я в другом ролике, наверное, разберу это более подробно, чтобы не растягивать, такая вот ситуация, то есть у нас розничные продажи подскочили из-за последнего признака того, что ФРС придется поддерживать высокие ставки, далее, Блумберг у нас выходит и говорит сейчас, что, что Вильямс у нас говорит по поводу того, что Федеральный Азерб, ну, ФРС США, короче, придерживается курса, чтобы довести инфляцию до целевого уровня, получается, в 2%, и сдержанный рост потребуется слабость рынка труда, и в том числе, по-моему, там говорили по поводу, вот, смотрите, президент Федерального Азерного банка Нью-Йорка говорит, что Центральному Банку предстоит еще многое сделать для контроля над инфляцией, отметив, что эти усилия, вероятно, потребуют замедление роста и слабость рынка труда, а знаете, что такое замедление экономики, ребята, это рецессия и кризис, замедление экономики, вот что это такое, то есть сейчас уже замедляется, понимаете, и механизмы, инфляцию стремится до 2%, сейчас 6,4, я напоминаю, инфляция снизилась слабее, ну, понятно, это циферки, показуху для хомячков сделали, но, опять же таки, естественно, тут подгоняются статьи от Zyconomist, в общем, если интересно, я разберу, и как мы видим, естественно, у нас говорят, что Google, Microsoft сейчас на стороне сверхмощных борцов за доверие, но нужно понимать, ребята, что, скорее всего, технологические компании, в частности, индекс S&P 500 укатается, я говорил, вот инвесторы экономики у нас говорят, что типа якобы избегают айцессии, но как мы видим, вот эта ракета, которая вяло летит и на красном фоне, то есть вы понимаете, да, что ни хера никуда не полетит этот рост дутый 15 февраля выходит у нас вот это, это не рост, это не бычка, я уже говорил это неоднократно, но даже Zyconomist уже вам говорит, что типа, ребята, какая нахер бычка, рост акций подрывает священное правило инвестирования, понимаете, вот, и, то есть у нас, естественно, ФРС все-таки сможет побороть, понимаете, и обычного человека, и, скорее всего, это говорит, что рынки и банки будут укатывать и ужесточать, поэтому, в общем, если интересно, чтобы я разобрал вот эти вот документы, PDF-ки от Майка Маглоуна, вот, по поводу вот этих статей тоже, ну и за иконами тоже пишите в комментах разберу, все, всем удачи, всем пока, куча роликов для вас готовлю, надеюсь, будет интересно, ребята, ждем ниже 10 тысяч, кто не верит, флаг руки, барабан на шею, но все указывает именно на это, кто не верит, людям нечем будет закупаться, нечем, ребята, нечем будет закупаться, никаких 30 тысяч уже не будет, поэтому далее, как мы видим, 25, 905, и после этого, я думаю, будет жесткий овал, когда он будет, ну и мне кажется, в ближайшие полгода, а там уже посмотрим, может быть растянут, ну если растянут резину, наоборот, зашибись, можно будет больше накопить стейвелла, но ждать никто не будет, ребята, 24, 905, делайте выводы, всем удачи, всем пока, и привет тем, кто хотел зафиксироваться, перезайти ниже, удачи, удачи продать, когда мы будем, наоборот, докупаться.